сегодня я буду готовить голубого окуня или как у нас говорят в простонародье rockfish здесь два представителя этого замечательные рыбки вот они какие красивые свеженькие глазки не блестящие добыл ее вчера почистил и просто положил в кулер не дождалась она сегодняшнего дня приехали домой для приготовления нам понадобится белки йод ассоль морская вот здесь две разные виды короче нужно крупная мелкая сейчас мы это все смешаем и пол литра воды вы уже почищена берем следующую вот она какая красивая у нее отличные плавники это видно она свежая и видно у нее такой вот острый ядровитый шип если его наколоть будет очень неприятно воде она это все раскрывает когда тебя видит издалека и считает тебя противником показываю что я большая и опасная сейчас мы включим опять воду очень мощный и острый но не проколол руку если проколол то я должен был вспоминать завтра тоже когда рыба свежая с чешуей она остается неохотно на гриле ее можно не готовить для жарки на сковородке у нас есть фирменный ролл бисерол там используется шкура лосось обжаренная в масле как калифорния известный ролл бисерол не такой известный но очень вкусный пока я не узнал чего его готовят рыба почищена теперь будем делать соляную упаду соли по весу нужно столько же сколько и рыбы может даже больше но к счастью у нас есть много соли нам нужна крупная соль берем ложку Теперь соль перемешиваем, потому что соль попалась и наводная. Но, в принципе, это погода не делает. Если у нас требуется очень времени, то, чтобы это не было, оно может присоединиться. Теперь соль добавляем в воду. Воды может быть мало. Холодной. Ну, на полтора килограмма, полу-литра, это как раз достаточно. Делаем такое тесто, такое. Так, это вот тренический фотографий. В тесто нужно добавить белок. Полтора килограмма, это где-то нам понадобится три яйца. Три яйца в среднем это, возможно, я не уверен, будем сейчас смотреть на вас. Три столовые ложки белка. Вот, получилось такое пушистое тесто. Будем формировать руками подушки для рыбы. Так, приблизительно посмотрим, как оно сажется вот так. И вот так. Вообще, кто любит играться с песочком, это вообще штука шикарная. Никаких специй, никаких дополнительных белайсов нам не надо. Главное, что не было дырок, и слой был равномерный. Вот, это же гамма, пусть, тоже. Его немножко можно ловить. Выкладываем вторую рыбу. Ее можно как раз рядышком с... востокия… Игорь. 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 Энди Broco. Игорь. Игорь. кладем ее не кладу, потому что иначе она здесь не попечется если вот в этой части не будет так, соли мы немножко добавили, так что у нас здесь ушло почти 3 килограмма соли на вот эту экспозицию он а а а это а а а а Я засыпал и сейчас она идет в духовку. Духовка разогрела на 240 градусов. Закрываем. Так, очищаем отлично. Отличные соли. Получилось очень сочно. Так, вот одну рыбу мы распаковали. Сейчас будем аккуратненько скрывать. Духовая рыбу. Духовая рыбу. Что-то сейчас археолим. Все, рыба в соли готова, теперь нужно снять шкуру и кушать вкусное сочное мясо, оно не будет сильно соленым. Вот так вот она выглядит после разделки. Красивая, жирненькая. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин